ЛФВ или Long Fashion Weekend – проект для тех, кто работает в моде, кто интересуется модой и даже для тех, кто просто пришел с любопытства. Дизайнеров мы не знаем, вот пришли узнать, что будет интересного. У нас тут подруги будут ходить в качестве моделей и все-таки мы взрослеем и хочется все-таки следить за модой. Знаю то, что будет Катя Суботина, вот ее очень хочется посмотреть на самом деле, а остальные будут, наверное, сюрпризы. Смотрите, сколько людей, все общаются между собой, это обмен мнением, обмен опытом, знакомство, это просто must-have. Я считаю, что моде в Челябинске быть, а масс-маркет все забудут и будут одеваться только у крутых местных дизайнеров. Эксперимент на тему локейшн стал фишкой организаторов этого события, иначе говоря, после подземной парковки показы решили провести на последнем этаже высотки. Начинающие и уже вставшие на ноги дизайнеры Урала могли показать свои работы в формате традиционного дефиле, а также концептуальной презентации и шоу-кейс. Я из Челябинска, моему бренду три года. Начала я с коллекции шапок, так как я сама хорошо вяжу и очень люблю это дело. Начала вязать джемпера, вязаные пальто. Сейчас у меня уже хороший штаб. У меня клиенты не только в Челябинске, далеко за пределами, это и Москва, и Санкт-Петербург. Посылки отправляю регулярно, и уже есть знаменитые клиенты. Сегодня я представляю дизайнера Лагунову Евгению, это бренд Like Exo. Она занимается изделиями из кожи питона, из натурального. Хоть это и питон, но цены у нас достаточно демократичные, и я думаю, что каждая девушка может себе позволить. И женской одеждой. В основе ее коллекции сегодняшней, дебютной, лежит женственность, красота, сексуальность. Открыла показ коллекция пермского дизайнера Полина Бенефит. Концептуальный, сложный и одновременно очень нежный, такая запомнилась зрителям одежда этого бренда. Вообще стоит отметить, что лидирующие оттенки этого сезона легкие и припыленные. Нарушают эти цветовые умиротворения, эксперименты с формой и смешением фактур. Закончила первую часть показов футуристическая коллекция московского дизайнера Веры Кульшицкой. Не менее эффектным стало появление вокалистки в одном из платьев этого бренда. Эта коллекция была вдохновлена историей про Химеру. И, в общем, я исследовала все-все-все, что касается этой темы. Вдохновением для этой коллекции были новеллы о Франкенштейн. Там очень много взято из визуальных образов из этого. Вот. И, в общем, такое темное романтическое настроение коллекции. Второй путь, который наметила себе мода в этом году, в противовес нежной гамме романтических образов, тема гранжа и бродяжничества, и так называемого дарк-фэшена. Яркими работами в этом направлении стали коллекции дизайнеров Сергея Каратаева с брендом «Каратамба», Елены Олещенко с брендом «Ерма Ковишна», Еленой Пискулиной с одноименным брендом. Коллекция была разработана на этнических мотивах Англии. Добавлено много современных материалов, светоотражающих. Также и актуальной тематикой является камуфляж незащитный, потому что мир находится в очередной раз на таком апогее чего-то воинственного. Один из трендов, когда ребята сейчас выглядят очень подвором, в синяках и в неком самоуничижении, то есть доставляют именно своему телу некую боль, вот именно в виде синяков. Это тоже один из основных трендов на будущий сезон. Коллекция у меня такая получилась восточно-русская, потому что я искала традиционную одежду, и мне было интересно именно использовать завязки. Там нет ни одной молнии. Эта одежда, она вся многослойная, может одеваться и задом наперед, и назад, и с 42 по 48 и 50 размер, потому что раньше не было никакой размерной сетки. Все лекала были такие, что ты одеваешь, и его можешь надеть там и мама, и дочка. Про песок в мешках. Вообще образ моей коллекции – это такая девушка, которая только что вышла из какого-то каравана-сарая, и ее зачем-то потревожили. И в связи с тем, что мы не можем здесь называть Дюны, она так скучает по своей природе, что она ее берет с собой. Обрести необходимый флор образности проекту помогли его шеф-стилисты Нина Романова-Нарская и Ирина Жохова. Вот здесь, за кулисами, это такой фундамент этого показа, потому что есть визажисты, есть стилисты, и шефы которых прорабатывали конкретно каждый образ с каждым дизайнером. И вот это за кулиси, оно делает на самом деле весь показ. Здесь определенная атмосфера, и для многих из специалистов, которые сегодня здесь собрались, это потрясающее событие, потому что это дает возможность нам выйти из рутинной работы и окунуться в творчество. Все овации и радость гостей в этот вечер приняли участники показа «Олбышка», поддержать который приехал в Челябинск Игорь Гавр, основатель первого модельного агентства в России, в котором работают исключительно дамы пенсионного возраста. Это был фурор, я думаю, потому что им хлопали без конца, и на самом деле хочется им сказать большое спасибо за смелость, потому что не каждый решится в таком возрасте выйти на такую большую аудиторию, им большой респект. После всего увиденного остается надеяться, что еще больше людей обрели веру в фэшн по-челябински. Ну или хотя бы просто получили заряд креатива на ближайшее полугодие. Кстати, уже в ближайшем выпуске Beauty Time о своем экспериментальном проекте расскажет один из участников ЛФВ Игорь Гавр.